А для грузинов сегодняшнего дня вступил в силу безвизовый режим с ЕС. Теперь граждане Грузии с биометрическими паспортами могут пересекать границу Шенгенской зоны без предварительного похода в посольство. Одновременно в стране запустили новые направления бюджетной авиакомпании. В Евросоюз полетел и премьер Грузии. Подробнее расскажет моя коллега в Брюсселе Елена Абрамович. Первый в ряду флагов Евросоюза сегодня грузинский. Это дань протоколу во время приездов иностранных политиков. Но далеко не обычный визит для грузинского премьера. Сегодня он приехал не просить, а праздновать предоставление безвиза. Да и главам Еврокомиссии и Совета ЕС больше не нужно повторять, что безвиз будет скоро. Грузия выполнила целый перечень требований и теперь, можно сказать, не только заслужили, но и получили. Это был долгий путь, но в результате мы стали ближе. Путь, который, я думаю, помог в реформации и развитии страны. Грузия достигла очень многого и это исторический день для нас всех. Но в частности для народа Грузии, который сможет свободно ездить в страны Шенгена. Тбилиси и Брюссель вели переговоры о безвизовом режиме с 2012 года. В конце 2015 Еврокомиссия признала, что Грузия выполнила все основные требования. Визовая либерализация послужила важным импульсом для проведения реформ, которые привели к позитивным изменениям в нашей стране. Мы ввели надежную, полнофункциональную, законодательную и институционную базу, как результат выполнения всех необходимых шагов для принятия безвиза. Предоставление безвиза грузинам, как и украинцам, затянулось из-за миграционного кризиса в Евросоюзе. Завершить все процедуры для Украины ЕС обещает до начала лета, чтобы безвиз ездить украинцы смогли ориентировочно с 11-12 июня. Но риски по-прежнему есть. Грузия очень маленькая страна по сравнению с Украиной и у нее нет границ с Евросоюзом. Так что открытие границ для Украины более проблематично. Не будем забывать и о большой геополитической борьбе, которая сейчас происходит. И это как раз не так очевидно, как в случае с Грузией. Тем временем грузины отпраздновали ведение безвиза почти как Новый год. С массовыми гуляниями и салютами в полночь. А утром, еще до рассвета, местные журналисты ловили пассажиров безвиз в паспортах, которые спешили на первые авиарейсы. Путешествовать грузинам с этого дня стало легче и благодаря бюджетным авиалиниям. Так, например, аэропорт Кутаиси запустил 5 новых рейсов в страны Евросоюза. И обещают еще 15. Цена билета от 29 евро. Елена Абрамович, Евгений Каминский из Брюсселя, Европейское бюро телеканала Интер.